Обычно DevOps зовут, когда что-то сломан. Лучше DevOps получается из хороших инженеров. Кто-то приходит и говорит, что что-то не работает. DevOps — это больше про систему в целом. Около 20 контейнеров, которые называются мегамайнер, либо обуяковость, да, даже театр. Все клиенты — не глупые люди. Если какой-то клауд есть, это уже хорошо. Привет, Саша. Расскажи, чем мы сегодня займемся и как у тебя дела. Привет. На самом деле, чем займемся, я знаю только очень в теории. Мне сказали, что меня зададут какие-то вопросы. Надеюсь, будет интересно. Откуда взялись DevOps? Откуда взялись DevOps? Ну, начнем с того, что ошибочно считаю, что DevOps — это все-таки инженеры, да. С большего это методология или философия, которая позволяет делать все лучше в разработке продуктов. Откуда появились? Ну, наверное, это просто историческая необходимость, потому что в какой-то момент люди поняли, что разработка и поддержка, либо operations очень много ругаются. Поэтому было принято решение придумать, ну, даже не принято решение, скорее, придумали сами по себе процессы и люди, которые помогают эти процессы налаживать и реализовывать то, что придумывают те, кто эти процессы создает. В чем отличие DevOps и sysadmina? Ну, DevOps, да, если все-таки мы будем говорить, что это человек, условно, который ответственен за то, чтобы процессы ускорения и имплементации всего автоматического в наш мир, да, то есть то тогда как раз-таки в этом и разница. Системный администратор — они больше про системы, про какой-то прикладной уровень, и DevOps — они больше про автоматизацию, и, соответственно, написание кодов в большом количестве, которые в разных языках и в разных сферах можно поучаствовать в разных ипостасях, как и чисто разработчик, так и больше operations, и в целом как бы все это будет DevOps. Из кого легче вырастить DevOps? Из sysadmina или разработчика? Скорее из разработчика, но тут зависит от многого. Я бы сказал, что лучший DevOps получается из хороших инженеров. А кто это? sysadmin или разработчик? Так, на самом деле, уже меньше важно. То есть если ты понимаешь и можешь разобраться, как работает та или иная система, то это про тебя. Сможешь ли ты локалку в подъезде настроить? И что для этого нужно? Это было, правда, 10 лет назад. Я, когда были локальные сети очень развиты, я помогал обменить три дома. Да, могу. И я до того, как стал DevOps, был 5 лет в сетях. Поэтому, да, могу. И что для этого нужно? Наверное, задача и хорошее настроение. Ну и, соответственно, материалы. Кабель, обжимник. Как стать DevOps? Ну, стать DevOps, ну, опять-таки, да. Если у тебя есть хороший инженерный, можно даже сказать, майнсет будет правильнее всего. То есть если твое мировоззрение как раз-таки нацелено на то, чтобы разбираться, как системы работают, то, в принципе, как идея этого уже достаточно. Остальное — это все навыки, которые, в принципе, нарабатываются. Технологии, которые используются в DevOps, они все нарабатываются. Конкретно в моем случае помогла лаборатория, компания, где я работаю, и, соответственно, через них я попал в DevOps. Как расшифровывается DevOps? Ну, DevOps, я боюсь быть не очень корректным. По-моему, это акроним называется. Я не очень грамотный человек. Где у нас есть два слова. Development operations. Они накладываются, получается DevOps. Ты умеешь перестанавливать винду? Да, практикую лет 15 уже. Периодически, сейчас реже, раньше часто. Сейчас люди научили бережно пользоваться системами, и, в принципе, системы стали более стабильные. 15 лет назад это была очень частая ситуация, когда надо было это делать. Поэтому, да, пришлось научиться, потому что было очень дорого. Какие черты должны быть у человека, чтобы он был успешным DevOps? Как это модно говорить, стрессоустойчивость, либо обуяковость, да, до житя. То есть когда, в принципе, надо быть достаточно коммуникабельным и спокойным, потому что приходится общаться с разными представителями разных сфер в сфере разработки программного обеспечения, начиная от бизнес-аналитиков, менеджеров, заканчивая глубоко техническими специалистами типа разработчиков или специалистов по тестированию. И все это, ну, в какой-то момент, особенно когда дедлайн очень близок, происходит на таком высоком напряжении. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь важно быть, хорошо уметь разговаривать и слышать людей. Ну и второе, как я уже говорил, быть инженером, то есть понимать и пытаться разобраться, как работает система, а не пытаться найти крайних. В чем отличие девопса от бэкэнд-специалиста? Хороший вопрос, что значит бэкэнд-специалист, да, если это разговор про специалиста, который занимается разработкой бэкэнда, да, то есть в основном это разработчик, софтвер-девелопер, это там Java, Python, что угодно. Девопс — это больше про систему в целом, да, то есть это все начиная от того, как концептуально это должно работать друг с другом, я имею в виду, front, бэкэнд, часть, дата, уровень и так далее. Заканчивая тем, куда это все деплоится в плане инфраструктуры и как это все обновляется с точки зрения CICD-процесса. Окей, а от тестировщика или секьюрити-специалиста? Опять-таки, девопс, наверное, немножко должен понимать все это, потому что выстроение любого CICD-процесса, оно, в принципе, так или иначе связано с тестированием, как автоматическим тестированием кода, так и юнит-тестированием. То есть, в принципе, специалист, который говорит, что он девопс, должен понимать, какие есть виды тестирования, а безопасность сегодня — это такой достаточно важный аспект и большой тренд, поэтому автоматизированное тестирование приложений, инфраструктуры на уязвимости с точки зрения безопасности — тоже неотъемлемая часть. Разница лишь в том, что девопс, он больше за высокоуровневое понимание того, как это работает, возможно, помощь в выстроении полного процесса вокруг этого, а специалисты уже по тестированию и по безопасности, они ответственны за свои сферы, следить, чтобы все было безопасно и, соответственно, качественно. Кстати, если вы хотите углубиться в тестирование, вы можете вот по ссылочке открыть 30 вопросов к тестировщику и послушать, будет очень интересно. Девопс — это философия, позиции или что это такое? Скорее всего, вместе и по отдельности можно тоже сказать, что это девопс. В основном это, наверное, философия — да, но больше это процессы, то есть их выстраивание, их поддержка, их улучшение постоянное, потому что мир развивается, продукты развиваются, скорость запроса от бизнеса увеличивается, поэтому надо быть в ногу со временем, поэтому процессы тут, наверное, более важный аспект, чем все остальное, на мой взгляд. Какое место в проекте занимает девопс-специалист? Все зависит от того, какой проект. Есть проекты, где, в принципе, у нас все девопсы, да, то есть это 30 человек, которые делают все, что связано с девопс, но кто-то фокусируется на инфраструктуре, кто-то фокусируется на CICD, потому что продукты большие, и иногда и такое необходимо. Но в целом, если мы рассматриваем девопс, каким он должен быть, то в идеале это должны быть кросс-функциональные команды, отвечающие за какой-то компонент системы, это может быть банально там поиск, это может быть корзина на магазине и так далее. И эта кросс-команда состоит из разработчиков, тестировщиков, иногда кто-то делает и то, и другое. Ну и, соответственно, наверное, важность девопса в этом случае, она нивелируется, потому что все немножко умеют друг друга страховать и помогать, и, следовательно, все могут делать все. Это и хорошо, и плохо одновременно, но если мы говорим про классические проекты, где девопс — это отдельная единица, я бы сказал, что это достаточно важная единица, потому что чаще всего он нужен либо на старте проекта, когда надо правильно стартануть и хорошо стартануть, либо когда проект уже идет, потому что вначале делал кто-то не так или не то, и в итоге девопс надо все это как-то исправить, чтобы оно было стабильнее, надежнее, и можно было это эксплуатировать без каких-то проблем. Как клиентам продают услуги девопс-специалиста? Ну, сегодня я бы сказал, что специально это не надо продавать, потому что все клиенты — не глупые люди, слава богу, и они прекрасно понимают, что чтобы быть на рынке им успешными и победить своих конкурентов, им надо быть быстрее, им надо быть надежнее. В этом случае девопс как бы это уже подразумевается, а специалисты, которые это реализуют, они, в принципе, достаточно ценятся, в том числе и заказчиками, потому что заказчики понимают, что от этого будет в первую очередь value им, потому что проект закончится, возможно, быстрее, скорее всего, он будет качественный, и не придется там переделывать по несколько раз. Что, если не девопс? Ноуопс — это такая интересная теория, что когда-то мы сможем прийти к ноуопс, когда у нас все будет либо сервисом, либо автоматизировано, либо все начнут разбираться в этом. Девопсы будут актуальны через лет 5-10 или его заменят машины? Я бы сказал, что, наверное, в сфере IT это понятие останется, потому что все еще сегодня есть очень большие компании, где в силу очень закоренелых и старых процессов все еще они где-то без девопс. И рано или поздно не придут, что им это надо, они начнут это делать, и это займет не 5, не 10 лет, а может даже больше. Поэтому я думаю, что останется, скорее всего, хайп спадет, скорее всего, людей станет меньше, которые будут заниматься исключительно этим. Но люди, которые понимают, как работают системы, люди, которым могут эти системы заставить работать лучше, нужны будут всегда. Если кто-то что-то ломает на проекте, то как ты об этом узнаешь? Обычно, правильно, это должно быть с точки зрения мониторинга. Система должна сама сказать, что что-то сломалось, а в идеале должна сама подчиниться и сказать постфактум, что такая-то проблема привела к тому, что система сломалась. В реальности происходит, что кто-то приходит и говорит, что что-то не работает, потому что, как правило, в мониторинг инвестируют либо недостаточно времени, либо он недостаточно вовремен нотифицирует о этих проблемах. Взламывали ли твои сайты, и кто их взламывает обычно? Я бы сказал, что один раз взламывали мой маленький сервачок, где я для теста развернул докер. Я это сделал в Azure Cloud, и для того, чтобы проверить, открыл порт для всего мира. Сам об этом не подумав, это было очень давно. И на следующий день, когда я зашел этот сервачок убить, я посмотрел, что у меня там крутится около 20 контейнеров, которые называются мегамайнер, и что-то там делают под 100%. Вот кто-то отсканировал этот порт, и туда вот это попало. Но в целом, если говорить про продакшн-проекты, я сторонник безопасности, поэтому всегда все, что можно закрыть, я закрываю, точнее, я открываю только то, что нужно. Сколько стоит сделать сайт? Интересно, почему ко мне вопрос. В свое время я делал это за условных 50 долларов. Но это когда было очень давно, это еще было лет 7 назад, когда я этим занимался. Но если говорить про большие компании, я не знаю. Ну, там пятизначные, я думаю, суммы фигурируют за действительно качественный продукт. И с какой позиции чаще люди попадают в DevOps? В позиции интереса. Я редко встречал случаи, когда люди переходили в IT из чего-то в DevOps. В основном в DevOps заходят те, кто вырос из системного администрирования, где-то чуть-чуть из разработки для себя. Но в основном это как бы вот мой классическая ситуация. Я всегда занимался какими-то системами, компьютерами, мне было интересно. Занимался сетями, пять лет работал в интернет-сервис-провайдере и потом пришел в DevOps, потому что мне показалось это более интересно, чем заниматься сетями. Я думаю, что, скорее всего, да, это примерно дорога всех. Куда расти DevOps дальше? Есть варианты. Все зависит от интересов. То есть технический стек DevOps инженеров и специалистов, кто обеспечивает DevOps, сегодня практически безграничен. То есть можно расти с точки зрения развития своих технических навыков, и это будет очень востребовано. Либо же можно расти немножко и вширь, а не только вверх, и заниматься еще дополнительно менеджментом, развитием специалистов в сфере DevOps. И, возможно, если кому-то интересно, можно развиваться в сторону архитектуры, потому что это логическое продолжение систем, ну, любого инженера, которому интересно разбираться в системах, заниматься проектированием систем, но это требует определенного склада ума. Кто может заменить DevOps? В принципе, практически любой вопрос, что мы подразумеваем под заменой. Если нам надо решить какую-то проблему сегодня и сейчас, а DevOps нету или не планируется, то это, в принципе, делается легко, потому что сегодня интернет пестрит всякими возможными гайдами, а Stack Overflow это для DevOps номер один место, где можно решать задачи, потому что обычно DevOps зовут, когда что-то сломано. Когда что-то хорошо работает, DevOps, по сути, и не нужен. И это один из самых хороших показателей, что DevOps работает хорошо, когда все работает хорошо. В целом, я бы сказал, что могут заменить на краткосрочной перспективе любые люди, которые более-менее ориентируются в том, что происходит в системе и в приложениях. В долгосрочной перспективе, наверное, какая-то автоматизация, но ее тоже надо кому-то сделать. Поэтому мы ждем либо прорывного сервиса, который заменит DevOps как Machine Learning или еще что-то, или Artificial AI DevOps, есть разные подходы, либо это все-таки, да, будут люди. Умеешь ли ты программировать? Да. Я с программированием занимался с 7 лет. Вот. Долгое время это были достаточно базовые вещи. Ну, университет, колледж, понятно, но никогда до глубокого, до глубокой разработки я не доходил, потому что мне почему-то становится скучно. Не знаю почему. Но в целом для повседневных задач я вполне успешно реализую всевозможные скрипты на Python и чуть-чуть знаю другие языки, иногда это тоже бывает полезно. А насколько знания программирования актуальны для тебя? Как часто ты их используешь в работе? Каждодневно? Ну, потому что все равно все как код. Сегодня это такой еще один тренд, о котором мы также говорили на нашем мероприятии по Toutworks Radar, где ребята обсуждали, что сейчас идет все как код и есть ли вообще этому предел. На самом деле я считаю, что это правильно, потому что когда мы что-то делаем руками, это очень может легко потеряться. Поэтому описание всего как код это следовательно написание кода, где-то это абстракция, где-то это какой-то domain-specific language, а где-то это полноценный язык программирования, как в случае Python, Groovy и так далее. Широкое развитие клауда облегчило жизнь девопсом? Я бы сказал, что скорее девопс вне клауда он сложен. То есть я попал уже в ту сферу девопс, где был клауд, и я начал работать с клаудом практически с первого дня. Клауд же бывает не только публичный, клауд бывает и приватный. То есть если какой-то клауд есть, это уже хорошо. Если у тебя исключительно дата-центр с двумя серверами, шанс выстрелить в ногу растет экспотенциально. Поэтому лично я считаю, что клауд упрощает, но в то же время усложняет, потому что запросы растут у продуктов, у заказчиков, у разработки, и в итоге приходится проектировать инфраструктуру, которая очень большая, динамичная, и в соответствии этого надо очень много автоматизации, где собственно девопсы полезны. Расскажи про свою самую интересную задачу, которую тебе пришлось решить. Ну, я бы сказал, что все задачи по-своему интересные. Наверное, я не могу сказать, которую я персонально решил, я могу сказать, что для меня лично была очень челлендж задачи, которая была на моем прошлом проекте годик назад, когда мы мигрировали очень большие объемы количества серверов из дата-центра физического в Амазон. То есть мы полностью все это проектировали с нуля, планировали и сделали это практически без, не практически, а реально без даунтайма, с небольшими проблемами с доступностью сервисов, но в целом для меня это был первый опыт подобной задачи и в целом как бы благодаря тому, что команда была очень-очень крутая, сильных и крутых инженеров у нас это все получилось, для меня это был первый опыт и достаточно интересный и, наверное, сложный. Всем спасибо, надеюсь, мои ответы и вопросы, которые мне были заданы, были интересны. Вы всегда можете задавать свои вопросы в комментариях, как ребята с комьюнити, так и я, собственно, с удовольствием на них ответим. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на DevOps Minsk, там вы будете узнавать очень много нового, очень интересного из мира DevOps. Всем пока! Пока!